Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации. Все фракции признают изменения как важные и необходимые. Особенно социальные гарантии, которые закрепят в основном законе. Второе чтение состоится 11 февраля. Для принятия этого закона нужно конституционное большинство 300 голосов. Но с этим проблем не было. О поддержке законопроекта заранее объявили все фракции, что бывает в парламенте нечасто. Поправки собираются внести сразу в 22 статьи. Это самое масштабное уточнение текста Конституции за четверть века. Одна из них расширяет полномочия самой Госдумы. Депутаты будут утверждать не только главу правительства, но и вице-премьеров и некоторых министров. По каждому направлению, а здесь и социальный блок, и экономический, кандидаты должны будут обозначить свою позицию по принципиальным для депутатов политических фракций вопросам. И отдавая свой голос за или против, депутат должен исходить из интересов страны и граждан Российской Федерации, которых он представляет в Государственной Думе. А силовых министров, главу Минюста и МИД президент будет назначать после консультации Советом Федерации. Также Верхняя Палата по представлению главы государства сможет отстранять судья от должности, а Конституционный суд сможет проверять на соответствие Конституции еще не подписанные законы, если об этом попросил президент. Кандидатам на пост главы государства, губернаторам и судьям запретят иметь иностранный паспорт или вид на жительство. Кроме того, Конституционный статус получит Государственный совет. Он будет формироваться президентом и определять основные направления внутренней и внешней политики. Детально полномочия Госсовета пропишут позже в федеральном законе. Еще одна принципиальная поправка – наши законы станут важнее международных. Если решение межгосударственного органа признают противоречащим Конституции, оно просто не будет исполняться. Почему ваша фракция решила поддержать поправки в Конституцию? По крайней мере, там есть ряд позиций, на которых мы давно настаивали. Первая и главная позиция – наши законы не могут подчиняться иностранным государствам. Это очень важный вопрос, и мы давно требовали, чтобы это положение было отменено. Принципиальная позиция связана с улучшением жизни людей. Мы давно настаивали, что обязательно индексация пенсии и пособий должна быть ежегодной. Мы, кстати, будем вносить поправку, чтобы эта индексация была не просто индексацией, а обязательно на не ниже уровня инфляции. И мы, безусловно, их поддержим. Основное второе чтение – президентский законопроект пройдет 11 февраля. У депутатов есть еще время на подготовку. Второму чтению будете поправки предлагать? Обязательно. У нас 12 поправок. Мы их все предложим. Убрать запрет на идеологию. Не вводить ее, но запрещена идеология. Это нужно убрать, так сказать. Голосование, выборы в Госдуму только по партийным спискам. И ни одна партия не может получить больше 40% мест. Поправки будут от каждой фракции. Очевидно, что никто не будет против вписать в Конституции право граждан на бесплатное среднее образование. Вячеслав Володин не исключил внесение такого предложения ко второму чтению. Запланировано и общероссийское голосование. Его механизм сейчас прорабатывается.